всем привет меня зовут ольга добро пожаловать на мой youtube канал в этом видео хочу предложить посмотреть коллекции 2021 весна-лето от люксовых дорогих брендов gucci louis vuitton фенди все брендовые ботики у нас расположены вместе которое называется puerto bonos давайте немного прогуляемся и я вам покажу и расскажу более подробно что из себя представляет это место puerto bonos это не только место с дорогими магазинами и ресторанами здесь как вы можете видеть паркуются самые дорогие яхты и красуются на самых дорогих машинах все туристы приезжающие отдыхать марбелью обязательно посещают порт летом это место больших тусовок а набережная это как подиум где можно увидеть все последние тенденции моды сейчас когда испания начинает жить прежней жизнью сюда стали приезжать туристы из стран евросоюза это как глоток свободы потому что во многих странах еще довольно жесткие ограничения порта бонус опять оживился и вы можете слышать что здесь довольно шумно но все еще не так как прежде чтобы въезжать сюда на машине надо купить годовой абонемент стоимостью 800 евро и тогда ты сможешь демонстрировать себя в красивой машине всем проходящим мимо посмотрите какое место для отдыха выбрал на себя этот код не больше не меньше на коврике у самой большой яхты а может он живет на ней и вышел себя показать и людей посмотреть порта бонус по праву считается самым фешенебельным районом андалусии его нередко называют испанским сан тропе это не столько олицетворение испанских традиций сколько олицетворение славы успеха и роскоши здесь можно всегда встретить знаменитых звезд известных политиков и других публичных личностей если вы хотите совместить отдых шопингом насладиться испанскими пейзажами да и просто хорошо и весело провести время то вам дорога в порта бонус а это магазин элитной парфюмерии очень много здесь арабских духов представлены а также французских английских итальянских брендов ну а мы постепенно по с вами подошли к магазину gucci пока нет людей я немного покажу вам бутик коллекция достаточно яркая много голубого розового цвета яркое голубое платье в цветах различные худи розовые худи с капюшоном удлиненный твидовый жакет красивая микро сумочка мармонт белого цвета с контрастной синей окантовкой очень красивого изумрудного цвета шорты в этом сезоне очень много в моделях одежды сумок интерпретируется культовый узор в виде ромбов и символов gucci украшение заколочки вот видите на кроссовках тоже яркий розовый цвет и символы gucci на сумочках кроссовки мультиколор красивые сумочки цветочной аппликации они также есть без аппликации зеленого голубого цвета ну сама модель выпускается уже из года в год но каждый раз немножко модифицируется она из текстиля красиво смотрится достаточно вместительная а эта модель если я не ошибаюсь называется джеки 1961 это историческая модель в новом прочтении есть мини-версия очень красивые оттенки голубой розовый у этой модели есть еще длинный ремешок красиво смотрится я уже примерочный мой образ дня сегодня футболка zara кожаная куртка louis vuitton джинсы манго кроссовки gucci моя сумочка миу-миу вот такая интересная красная примерочная у меня такое ощущение что я нахожусь в каком-то будуаре я взяла примерить костюм стиле спортшик ну что в общем неплохо даже несмотря на множество логотипов смотрится не кричаще костюм этот и стопроцентного шелка мне нравится что куртка укороченная в нем по бокам на брюках красивые лампасы на мой взгляд сидит очень хорошо в общем вещь такая носибельная также вместо брюк предлагаются шорты хороший вариант для лета для похода на пляж для отдыха вообще костюм очень многофункциональный каждую вещь вполне можно носить по отдельности и все легко комбинируется с другими вариантами одежды мне все-таки больше понравился вариант с брюками знаете не хотела сначала мерить этот костюм продавец сказала что он все-таки хорошо смотрится и она была права смотрится он действительно неплохо я даже о нем задумалась взяла померить еще вот такой брючный костюм костюм стиле спортшик брюки клеш расклешены очень длинные на высоких девушек не своим ростом метр шестьдесят семь он как на вырос и жакет кажется что ну не знаю мне кажется что это он в стиле ретро этот костюм и ткань даже у этого костюма как будто трикотиновая в общем не знаю сидит как-то он не очень хорошо какими-то волнами может он небольшой что-то не могу понять этот костюм наверное ростовка не моя на высокой девушке он будет смотреться намного лучше и кстати я этот костюм примеряю с каблуком представьте какие длинные штанины у брюк мюли с классической пряжкой гуччи я их просто взяла померить костюмом они оказались очень удобные каблук устойчивый широкий такая классическая модель еще решила примерить юбку светло-зеленом цвете юбка длины меди и посмотрите какой у нее оказался сексуальный разрез я не заметила когда нависела на вешалке этого разреза юбка понравилась вроде такая скромная и тут бах и нога и к поясу юбки пришит красивый ремешочек с этой блузкой очень красиво смотрится да и с этими мюлями тоже очень классный образ получился и моя сумочка хорошо вписывается в этот образ блузка кстати совершенно простая на нее очень красивые пуговицы мне нравится только цена у этой юбки она стоит 1300 евро за последние годы конечно очень сильно люксовые бренды подорожали бывает вот я смотрю на вещь да она мне нравится но я понимаю что за такие деньги я не хочу иметь ее в своем гардеробе еще вот такой жакет решила примерить его предлагают одевать сверху на блузу но он не малый даже не застегнулся да и не очень не так нравится когда вот сверху решила я примерить его на голое тело ну вот так вот конечно намного лучше жакет и юбка очень вместе красиво формируют фигуру тоже мне кажется модель в ретро стиле наверное 70-х годов все смотрится очень элегантно женственно а жакет этот стоит почти 2000 евро а к этому аутфиту я надела босоножки в тон жакета босоножки с классическим логотипом gucci хорошо тоже вписываются в этот образ но они такие нейтральные очень ко многим аутфитом подойдут за последнее время произошли перемены в gucci теперь бренд показывает только две коллекции в год без привязки к сезонам тем временем я закончила примерку давайте еще посмотрим витрину и пойдем дальше сейчас я планирую зайти в бутик louis vuitton как всегда большое разнообразие кед вот такие простые кеды мне понравились больше всего хотя вот эти с градиентом тоже смотрится красивым а у этих интересное покрытие как будто стереооткрытка но мне такой вариант не очень нравится вот все такие черные кеды но мне кажется что это застежка на липучке золотистыми украшения и будет зрительно расширять ногу шлюпки на лето на плоском ходу льняные а вот белые наверное надо примерить удивилась что так много народу в магазине такой стоит галдеж а вот интересная тоже модель мюли с металлическими маленькими клёпочками на невысокой шпильке эти босоножки тоже мне понравились есть еще варианты босоножек выполнены в комбинации кожи и канвы монограмм сейчас я меряю летнюю обувь белые мюли без каблука из мягкой зернистой кожи теленка модель называется lock it с логотипом lv на сайте я обратила внимание на эти шлепки хотела померить эти мюли на официальном сайте louis vuitton россия стоит 54 тысячи рублей а в европе вот в этом магазине где я их примеряла они стоят 495 евро получается в россии дороже аж на 11000 если вы турист вы можете еще получить так 3 и будет еще дешевле еще решила померить эти босоножки модель называется ferro они из кожи теленка красиво смотрится кольцо из золотистого металла с инициалами louis vuitton подходят они к моему сегодняшнему аутфиту очень красиво смотрится на ноге и с брюками тоже очень удобные кстати на счет широкого каблука сплошной купальник купальник с логотипом на одно плечо интересная модель есть еще такие лоферы с контрастной кожей и легендарный конвой монограмм на массивной подошве вы это он по сравнению с другими магазинами всегда очень много народу чтобы тебе начали обслуживать надо записаться в очередь некоторых магазинах можно ждать своей очереди минут 30 здесь представлена новая летняя коллекция как-то ничто меня не вдохновило на примерку ну мы с вами идем дальше посмотрите как классно оформлена витрина здорово да а сейчас я хочу зайти в бутик фенди посмотреть что там интересного и нового варианты сумочек появились новые версии сумок багет очень симпатичные все красиво сделано сумка хоба из хлопка цвет очень приятный летний ярко-розовый удобный повседневный аксессуар на лето а это уже знаменитая и узнаваемая модель туфель калибри сумочки пикабу различных расцветок портмоне багет из кружева краше застежкой и защелкой в различных оттенках а эти туфли лодочки выполнены из эластичного кружева тоже кружево краше но сейчас я поднялась на второй этаж и хочу посмотреть одежду палитра вещей состоит в основном из белых кремовых бежевых нежно-голубых оттенков и серых а среди тканей ведущее место в летней коллекции занимает лен лен конечно в этом сезоне наверное самый модный материал самый трендовый самый актуальный хотела померить это голубое платье но не оказалось моего размера мне еще понравилось вот платье с сеткой значит под низ одевается обычная платьица черненькая в обтяжку и сверху вот она висит сверху платье из такой сетки достаточно структурированный и она с ремешочком белыми этого я наверное померяю тоже а это модель она кстати подиумная может быть тоже померяю что будет мой размер классные босоножки интересные очень красивое платье рубашка расшитая цветами то ли они вышитые на платье только как-то пришита сверху комбинезон это платье из шелка тоже состоящие из двух частей нижнее платье и сверху вот такая вот накидка и вот я уже в примерочной примеряю это платье она состоит из двух платьев нижнее платье обтягивающие черного цвета и сверху одевается второе платье серое с градиентом белый пояс кстати входит в комплекс платьем очень удобно не придется искать подходящий ремень очень интересный вариант это платье зависимости от аксессуаров думаю что можно носить как на каждый день если сменить обувь на каблу кто можно надеть и на выход ну вот я сейчас мере с кроссовками по моему очень даже неплохо одеть каблучок какие-то добавить аксессуары украшения сумочку элегантную и уже можно выйти в этом платье куда-то в ресторан там не знаю нижнее платье самостоятельно носить нельзя но все в дырочку а вот кстати верхнее можно попробовать надеть вторым слоем на брюки или шорты и добавить внутрь crop top возможно тоже будет очень даже прикольно ну и взяла примерить вот эти белые босоножки очень удобные нравится как они смотрятся и и удобно что эти босоножки не надо застегивать расстегивать вот эти вот ремешочки беленькие они просто растягиваются их одеваешь мере еще один вариант оранжевое платье все в логотипах как-то не очень нравится это платье слишком обтягивает и вообще смотрится неинтересно на мой взгляд обычно если бы это платье было ниже колена то мне кажется было бы намного интересней похожая модель платья еще есть по моему в сером цвете если я не ошибаюсь и решила примерить еще вот это льняное платье оно кстати очень маленького размера 36 но я все таки в него влезла думаю что в идеале просто эта модель должна быть супер оверсайз такой же ремень как сером платье идет в комплекте и к этому платью оригинально сделан воротник у этого платья но вообще то за счет этого воротника модель выглядит более менее интересно знаете мне всегда белые платья на пуговицах почему-то напоминает медицинский халат а это платье дорогой медицинский халат не знаю пишите в комментарии что вы думаете по поводу этого и других платьев которые я примеряла может я ошибаюсь классная сумка шоппер модель называется sunshine очень многие бренды выпустили сейчас подобные сумки и louis vuitton и saint laurent dior не знаю давно присматриваюсь к этим сумкам но почему-то когда беру в руки понимаю что для меня она огромная хотя в дорогу брать ее очень удобно многое что можно туда положить вот такая же модель еще коричневого цвета вот коричневом цвете мне нравится больше ручки у ней пластиковые и под выполнены под черепаху широкий ремень нужно носить и на плече и за ручки ну не знаю вот буду думать уже буквально хотела ее покупать но потом что-то крутила вертела думаю нет большая такие сумки еще есть зеленом в красном и в сером цвете но мне кажется вот этот коричневый самый удачный цвет а это я уже зашла в мужской dior и увидела вот это худи красивая модель но она оказалась настолько толстым что здесь где я живу его можно носить зимой за место верхней одежды как-то чувствуешь в нем себя каким-то не знаю навьюченным очень толстая ткань и очень большой начес проблема будет одеть на него что-то сверху если бы она не была таким толстым я бы его купила вообще очень понравилась мне эта модель и длина вот все как я хотела но толстая на этом я заканчиваю свое видео для тех кому интересно что же я все-таки купила что выбрала продолжайте смотреть видео распаковку желаю вам приятного просмотра жду ваших комментариев а я с вами попрощаюсь увидимся в следующих видео всем пока а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует...